Итак, в Таиланде все 12 подростков и их тренеры эвакуированы из затопленной пещеры. Уникальная спасательная операция длилась три дня. В ней принимали участие специалисты из разных стран, а у выхода из пещеры дежурила бригада медиков. В пещере дети провели больше двух недель. Теперь им предстоит пройти курс реабилитации в больнице города Чиангрэ. На месте событий все это время работала наш корреспондент Алиса Романова. У нее все подробности. Можно сказать, что операция спасательная практически завершена. Не все еще вышли. Все, кто находился в пещере, я имею в виду врачей и спецназовцев, которые помогали мальчикам выживать всю последнюю неделю. И вот сейчас поднимается, кстати, вертолет из полевого лагеря. Мы находимся в непосредственной близости. Это значит, что на его борту один из спасенных сегодня четверых школьников. Сейчас этот вертолет, так же, как и в предыдущие два дня, отсюда отправляются за 50 километров в город Чанрэ для того, чтобы доставить всех ребят в местную больницу. Друг другом сейчас их будут отсюда вывозить. В каком они состоянии, сказать сложно. Все-таки эти ребята были последними. До последнего почти 18 дней они находились в пещере. Сегодня 19 подводников, самых высококлассных, помогали им совершить этот путь от пещеры в несколько километров до выхода. Примерно 8 часов заняла сегодняшняя спасательная операция. То есть каждый день специалисты набирали скорость, несмотря на то, что пятерых они сегодня достали. Первый день вся эта процедура, вся миссия длилась 11 часов. Вчера 9, сегодня 8. Хотя утром многие опасались, что, не дай бог, все перенесется на завтра. Ведь с утра были проливные дожди. Но, тем не менее, сейчас ясно. И можно сказать, что погода благоприятна была. Уровень воды не поднялся. Что помогло спасателям завершить благополучно эту операцию? Международные дайверы, скалолазы, которые живут временно в Таиланде. Кто-то прилетел из своих стран. Просто совершенно невероятных масштабов и такой вот отзывчивости, что ли, получилась эта история. О состоянии, повторюсь, последних четверых школьников нам пока ничего не известно. Все остальные 8 чувствуют себя более-менее хорошо, несмотря на порезы, конечно же, переохлаждение, голод, который они испытывали на протяжении почти трех недель. Но, тем не менее, конечно, сейчас все лучшие силы врачей в больнице брошут на то, чтобы скорее привести в хорошее состояние. Целую неделю они проведут на карантине в клинике.